Добрый вечер, Гомель! Добрый вечер, друзья! В 20 лет у вас лицо, которое дала вам природа, в 30 лет у вас лицо, которое вылепила жизнь, а в 50 лет у вас лицо, которого вы заслуживаете. Именно так говорила знаменитая Коко Шанель. В наше же время в 50 можно выглядеть, как в 25, однако, как бы вы ни выглядели, нет предела совершенству, шутят пластические хирурги. Сегодня мы говорим о красоте и вечной молодости заведующим отделением эстетической медицины Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека, врачом-хирургом высшей квалификационной категории Леонидом Рубановым. Леонид Николаевич, добрый вечер! Рады видеть! Леонид Николаевич, как много сегодня желающих что-то в себе менять? Ну, если сказать сухими цифрами, то по статистике в нашей стране за год прирастает порядка полутора-двух тысяч операций в разделе эстетической хирургии. Так, в 2014 году в Республике было выполнено порядка шести тысяч, то за 2015 год операции уже было выполнено порядка восьми с половиной тысяч. Современная пластическая хирургия, насколько знаю, начала формироваться в 60-е и 70-е годы прошлого века. Насколько с тех пор поменялись взгляды на пластику? Ну, в принципе, как и вся наша жизнь, идет развитие, в том числе и в моде, в изменении взглядов, требований. За большой промежуток времени, конечно, и пластическая хирургия, и эстетическая хирургия сделала большой шаг вперед в развитии технологий, подходов, вариантов вмешательств. Ну и запросы, наверное, у пациентов Ваших поменялись. Соответственно, и у пациентов тоже, да, меняются и взгляды на результаты коррекции, выполняемые эстетическими хирургами, да. И требования, скажем так, на сегодняшний день, наверное, стали более актуальными. Это малоинвазивные технологии, то есть человек уже требует получить максимальный результат за максимально короткое время, чтобы не уходить из активного образа жизни, из своего обычного распорядка. То есть сократить этот реабилитационный? Ну, даже, может быть, не столько реабилитационный, сколько уменьшить агрессию по отношению к своему организму, да, и улучшить результат, используя, скажем так, минимальные травматические моменты. А в идеале, наверное, сделать так, чтобы о вмешательстве хирургическом практически никто не узнал. И не заметил. Несомненно. В том числе и по этим причинам. Кто хочет афишировать, что прибегал в той или иной степени к помощи хирургии. Даже, я думаю, что и в плане косметологии, в разделе косметики, используя там инъекционных методов, тоже не каждый хочет афишировать, что он пользуется услугами косметолога в том числе. Делаем вывод, популярность пластических операций с каждым годом растет. Недавно вычитала информацию, что за последние пять лет их количество увеличилось на 21%. Особенно это развито в сфере шоу-бизнеса. Интересно знать, когда видите на экране кого-либо из голливудских знаменитостей. Сразу ли отмечайте для себя, кто из них менял внешность или нет? Знаете, я могу ответить немножко другой фразой. Часто задают вопрос, вы смотрите на людей как профессионал, женщин вы оцениваете как вариант предстоящей работы или как что? Да, здесь бы можно было что-то вот так поменять. Да, поэтому понятно, что профессиональным взглядом можно увидеть в человеке те или иные моменты, которые были выполнены ему в плане коррекции. Это не только там шоу-бизнес, это и в сегодняшний день и политики, в том числе, и вообще медийные люди. Речь идет не о том, что все молодеют, все не хотят интенсивно стареть. Да, наверное, это неправильно. И недавно, будучи на конференции, слушая выступление известного профессора-косметолога, она сказала, что, с чем я полностью согласен, в принципе, на сегодняшний день, это, наверное, взгляд большинства и хирургов, и косметологов, что наша работа, будь то хирургия или косметология, она не направлена на то, чтобы вернуть молодость. Она направлена на то, чтобы устранить изъяны возраста, минимизировать их. Ну и избавить от комплексов. Так или иначе, мы с каждым днем становимся старше, мы не поворачиваем время вспять, поэтому мы пытаемся остановить или притормозить процесс естественного старения. Ох, только чувствую, у многих ваших пациентов совсем не успокаивает фраза в каждом возрасте, можно быть красивым. Нет, мы хотим вернуть свои 25 и 30. Не поверите, я всегда своим пациентам говорю о том, что даже наличие морщин, оно в какой-то степени может добавлять шарма человека. Потому что если биологический возраст 60-70 лет, но пациентка выполнилась большой объем каких-то корригирующих манипуляций, пышные губы, натянутая скула, о чем вы можете видеть и на телевидении, и в интернете, результаты пластических вмешательств, пластических хирургов и косметологов, то, по меньшей мере, это может выглядеть как минимум вульгарно. Конечно, нужно разделять шоу-бизнесы, о котором мы говорили, либо повседневность. Даже в шоу-бизнесе, то есть есть какие-то рамки привычия, рамки дозволенности. То есть если мы переходим через эти рамки, это уже становится ненормой. Какой же у вас все-таки романтический подход к этим вещам? Философский, я бы даже так сказал. Понимаете, пластические хирурги, они должны быть и психологами, и философами в какой-то степени. Для многих американцев сделать пластическую операцию сегодня то же самое практически, что купить дорогой автомобиль или дорогой мобильный телефон. Вот, к примеру, многие американские тинейджеры заказывают себе на 18-летие пластическую операцию в качестве подарка. Как к этому относитесь? Нормально ли это? Ну, знаете, я скажу, что это в большей степени касается, наверное, Латинской Америки, нежели Соединенных Штатов. Везде свои, в том числе и национальные взгляды на красоту, понятие красоты. Кому-то красиво иметь длинную шею, кому-то маленькую стопу, у кого-то должен быть нос горбинкой. И славянская внешность, она тоже имеет свои черты. Но все-таки здесь больше дело, наверное, в подходах, если для белоруса и для представителя славянского мира, скажем так, это все-таки серьезный шаг. Мы на сегодняшний день уже начинаем сталкиваться с тем, что обращение к пластическим хирургам помолодели. То есть уже, да, девочки там и 16, и 17 лет приходят иногда самостоятельно, иногда с родителями, с какими-то проблемами реальными или надуманными. Но, тем не менее, я считаю, что подарок в виде выполненной пластической операции или сертификата посещения... К примеру, по увеличению груди или исправлению носа. Ну, я думаю, что это не нормально. Потому что, если это касается, допустим, девочки, которая растет, у которой предначертано быть будущей матерью, она должна пройти все эти периоды своего развития, если мы начнем коррегировать там 16, 17, 18, даже 20 лет, у человека вся жизнь впереди, и надо ли это с этим торопиться? Понятно, одно дело, если приходит пациентка, у которой врожденная проблема, которая не дает ей нормально общаться со своими сверстниками, там вопрос однозначный, что да, без нашей помощи мы не решим ее проблемы, и эти проблемы с возрастом будут усугубляться, поэтому... То есть часто приходится отговаривать то, что вы говорили, приходится быть психологом? Первый разговор пациента с доктором должен начинаться не с того, что мы будем делать, а доктор должен понять пациента, его проблему. Для чего тебе это нужно? Человек приходит с одной проблемой, но она это абсолютно не то, что... Это пока вершина изберга. И ты, когда в процессе общения понимаешь, что это, скажем так, то, на что она хочет переключить свое внимание, или он, и вот в этом разговоре, в диалоге в этом очень важно поймать вот эту основную суть проблемы и вывести человека на какое-то откровение, и себя доверить этому для пациента, чтобы у него возникла доверие к тебе как к хирургу, потому что без доверия и взаимного доверия, ну, смысл сотрудничества такого. В интернете много споров по поводу пластики. Кстати, в южнокорейском Сеуле, к примеру, негде скрыться от объявлений, призывающих улучшить ту или иную часть тела с помощью скальпеля. В одном из богатейших районов почти каждая стена украшена стрелкой, указывающей на ближайший кабинет косметической хирургии. Раз уж заговорили про Корею, там же девушки обращаются в частные клиники с просьбой создать ему внешность, идентичную мультяшным персонажам и любимым куклам. Как считаете, вот должен ли врач идти на это, если вернуться к белорусским реалиям нашим? Ну, я не могу отвечать за всех. За корейских врачей. Тем более за корейских врачей. Я не работаю по фотографиям. Мы не делаем персонажей идентичные тем или иным мультяшным или киногероям. Человек – это индивидуум. И так или иначе стремиться к какой-то унификации, внешности, наверное, нет смысла. Человек должен быть индивидуален. Делал он пластическую операцию, не делал ее. Должна оставаться какая-то изюминка. Поэтому я против. И все же возвращаемся в родную Беларусь. Как шло развитие пластической эстетической хирургии у нас в стране, ну и, конечно, в Гомельской области? Пластическая эстетическая хирургия на постсоветском пространстве достаточно молодая. Активный пик развития начался в 90-х годах прошлого века. Развитие пластической хирургии на Гомельщине я бы, наверное, связал с открытием ожогового отделения в городе Гомеле, на базе которого выполнялось большое количество операций не только по лечению ожогов, но и различных реконструктивных операций. Нельзя не отметить развитие реконструктивно-восстановительной хирургии в разделе онкологии. Врачи-хирурги-онкологи тоже вносили и вносят большую лепту восстановления здоровья после перенесения тяжелых онкологических заболеваний. Но в плане эстетики одним из первых пластических эстетических хирургов на Гомельщине это был Чеслов Денисович Кушелевич, мой учитель. Он был одним из первых, кто занялся этим? В том числе и по Беларуси. На сегодняшний день существует общество пластических реконструктивных эстетических хирургов в Беларуси, которое официально насчитывает там немного более 50 членов. То есть в каждом регионе, в каждом большом городе есть либо это частные клиники, либо на базе государственных клиник. Сегодня в Гомеле есть одна частная клиника. Одна частная клиника и есть отделение на базе государственных учреждений, которые занимаются в том миллионном аспекте проблемами пластической или эстетической хирургии. Если говорить об отделении эстетической медицины, которое открылось в 2014 году в Республиканском научно-практическом центре, какие услуги сегодня предлагаете в области пластической хирургии? Ну, можно сказать, что мы сегодня являемся уникальным отделением на Гомельщине на базе государственного учреждения. Да, открыто было 12 мая 2014 года. На сегодняшний день в штате отделение – это пластические хирурги, врачи, косметологи, дерматологи, косметики. Это средний медицинский персонал, который выполняет там ходовые процедуры, какие-то аппаратные методы. По эксклюзивности работы, в чём отличие наше от частных клиник или от других государственных отделений, в том, что на базе нашего отделения сформирован действительно центр эстетической медицины, где есть и косметологические услуги, и услуги эстетических хирургов, плюс выполнение реконструктивных операций. Плюс к этому мы имеем возможность, мы уже упоминали по поводу реабилитации, то есть мы имеем возможность проводить на нашей базе широкий спектр различных реабилитационных мероприятий. Нахождение пациентов при выполнении той или иной хирургической операции – это отделение хирургического профиля под наблюдением специалистов, медицинских сестёр, есть мощный блок интенсивной терапии. То есть, другими словами, есть техническая точка зрения? Да, но сегодняшний день, понимаете, требования пациента – это не только там высококлассный хирург. На имя приходят, но человек хочет иметь уверенность в том, что помимо хорошо технически выполненной операции будет ещё и адекватное сопровождение. Это и нахождение в стационаре, это и при каких-то нештатных ситуациях – мониторинг, помощь. В общем, важно, чтобы было всё под контролем. Да, наш центр это всё может предоставить. Насколько доступны эти услуги в финансовом плане? Всё размещено на сайте нашего учреждения, найти это несложно, и в поисковике. Насколько доступно всё же? Очень доступно, даже для иностранцев. Для иностранцев понятно, я думаю, что это отдельная часть так называемого медицинского туризма, а вот для наших граждан? Очень доступно. При желании, при необходимости. Это действительно стало доступно, цены приемлемы. Понятно, что эстетическая хирургия – это уже своего рода коммерческая хирургия. И так или иначе, она требует каких-то вложений. Но сравнивать уровни цен, прилегающих к государствам, России, Украины, или даже наши столичные цены частных клиник, то у нас разнятся. Это сюда часто привлекает ещё клиентов из других государств? Мы не страдаем от нехватки пациентов. Не хочу сглазить, но это так. Вы заговорили об эстетической хирургии. Так вот, понятие это. Давайте же разъясним для наших телезрителей, в чём главное отличие эстетической хирургии от пластической. Пластическая хирургия – это достаточно объёмное понятие. Сюда можно отнести и микрохирургию, и ожоговую хирургию, хирургию ран, раздел, может быть, даже нейрохирургии. Это всё то, что направлено на восстановление утраченных недостатков. Это есть пластическая хирургия. Эстетическая хирургия – это не очень большая ветвь пластической хирургии, которая занимается действительно коррекцией возрастных изменений. Также специализируетесь на ранах. В случае какой сложности зачастую приходится решать вашим коллегам? Раны – это и социальная проблема, и проблема медицинского плана. Что касается сложных случаев, можно долго говорить, вспоминать что-то. Это и удачные операции по восстановлению тяжелейших ожогов лица, головы, восстановление целостности после дорожно-транспортных происшествий, конечностей пострадавших. Это и лечение пролежней у пациентов с проблемами передвижения спинальных пациентов, так называемых. То есть очень много чего можно говорить, но я думаю, что на сегодняшний момент это не цель нашей беседы. Многие воспринимают эстетическую хирургию как несерьезную хирургию. Я считаю, что поход к любому врачу, не только к хирургу, для пациента – это определенный стресс. А тем более, если это касается уже инвазивных методов каких-то, которые выполняем мы, то это уже серьезно. В наших руках здоровье наших пациентов. И красота. И несерьезно. Ну, в первую очередь, здоровье. За красотой мы уже отвечаем как профессионалы, а как врачи мы отвечаем в первую очередь, чтобы пациент пришел и ушел от нас здоровым. Ну и понятно, что наш опыт помогает сделать его еще и красивее. Леонид Николаевич, в пластической хирургии Вы с 95-го года, не ошибаюсь? Нет. И на Вашем счету уже более 7 тысяч операций. Уже чуть больше. Уже чуть больше. Как готовитесь к каждой из них? Волнение присутствует? Поделитесь. Не буду лукавить душой, что на каждую операцию ты идешь, ну, может быть, не то, что с боязнью, но какой-то трепет существует. Чем старше становишься, тем больше ты знаешь, тем настороженнее ты относишься к любой операции. Ты проигрываешь в голове различные варианты. Ну, это наша работа. Но опять же, очень важно не показывать внешне, наверное, это волнение перед пациентом. Нет, это вообще не должно никак касаться пациента. Возникать должно доверие между пациентом и хирургом. Тогда будет хороший результат. Если нет доверия, тогда не надо продолжать эти отношения. Предлагаю еще раз вернуться к эстетической хирургии. С какими просьбами чаще всего к вам и вашим коллегам обращаются пациенты? Мы не выбиваемся из общего рейтинга топовых операций, которые формируются в профессиональных обществах по определенным статистическим материалам. Наиболее популярны – это блефоропластика, это коррекция возрастных изменений век, верхних, нижних, это подтяжка лица. Ну, это более понятно, по крайней мере, в обиходе. Да, это коррекция молочной железы с использованием имплантов, липосакция, то есть коррекция тела с использованием методик, которые позволяют удалить излишки жира, да. Отопластика, пластика ушных раковин. Ну, это наиболее популярно. На сегодняшний день все более и более развивается методика, скажем так, клеточных технологий, то есть это липофилинг, использование собственного жира для коррекции тех или иных нарушений возрастных или приобретенных, набирают обороты эстетической гинекологии. Ну, большое будущее, конечно, мы возлагаем на развитие клеточных технологий, потому что это… Это что? Перспективное развитие – это омолаживающая терапия с использованием либо собственных, либо там приготовленных стволовых клеток. Среди ваших пациентов знаем как женщины, так и мужчины, верно? Да. Мужчины на сегодняшний день тоже достаточно требовательны к своей внешности. Ну, я думаю, даже не столько мужчины, сколько наша жизнь уже заставляет человека задумываться, что это он должен быть и подтянут, и внешне, и внутренне выглядеть хорошо. Естественность сегодня все больше в моде? Да. Да. На сегодняшний день все подходят к тому, и пациенты, и врачи, косметологи, пластические хирурги, к тому, что должна быть естественность. Беседуя с пациентами, я всегда говорю, что даже объемная коррекция лица возрастная – это не панацея от старости. Нельзя исправить полностью все нюансы. Тем более, если не менять следом образ жизни. Да, где-то какие-то мелкие морщинки остаются. Ну, и опять же, амимичное лицо кукольное, я думаю, что оно не будет привлекать к себе, чем энергичное, с выраженной мимикой на лицо, яркое, которое улыбается, которое грустит. Приятно общаться с человеком, который выражает эмоции, в том числе и на лице. То есть, здоровый румянец, подтянутая кожа. Отличная улыбка. Улыбка. Что может быть? Естественное, это сегодня в тренде. Да. Это сегодняшний тренд. Даже в области пластической хирургии. Обязательно. Ну и, конечно, липосакция, абдоминопластика, ботокс, слова, которые сегодня у многих на слуху. Сразу видно, что Катя хорошо подготовилась к записи программы. Думаю, да. Вот если можно, более подробно об этом расскажите. Ну, могу опять же привести статистические данные. Если касается раздела косметологии, то было опубликовано в одном из последних журналов «Эстетик Нью-Авель» развитие рынка косметических услуг. Так, в 2012 году доходы от косметических процедур составили где-то порядка 4 миллиардов евро. Что немало. Ну, я думаю, да. И несмотря на имеющийся кризис экономический во всех странах, прогнозы на 2018 год доход будет составлять более чем 6 миллиардов евро. И все же, какие операции наиболее сложные как для врачей, специалистов, так и для самих пациентов? Ну, если говорить лично обо мне, то я, конечно, больше то, что люблю, мне больше нравится оперировать на лице, выполнять коррекцию молочных желез. Не потому ли, что результат более заметен в итоге? Думаю, что нет. Эти операции, особенно касательно операции на лице, они очень кропотливые. И, не знаю, они мне вводят какой-то… Нравятся, и в то же время они одни из самых сложных. Да. Верно? Ну, понимаете, любая операция, она может быть технически вроде как и простой, но может повлечь за собой достаточно много проблем. Структуры лица, они крайне сложны. И иннервация, ты можешь получить как великолепный результат, но ты работаешь на грани такого риска, потому что близость серьезных нервных стволов, которые нервируют мимику нашу, наши эмоции передают. И, боже упаси, где-то получить какой-то момент. Понятно, что это повлечет за собой очень много вопросов. И все-таки, если к вам обращается пациент, а вы, ну, просто по-человечески, как мужчина, считаете, что там все красиво, ничего исправлять не надо. Вы в этом случае отговариваете людей? Да. Приходится отговаривать? Да. Я не пытаюсь их отговаривать, я пытаюсь их подвести к тому, чтобы они этот вывод сами сделали для себя. Я даю возможность с ним подумать, взвесить все. Комплиментами засыпаете? По крайней мере, когда человек приходит, одно дело он читает в интернете с подругами или с друзьями обсуждает какие-то темы. Другое дело, когда он приходит к специалисту, получает полноценную информацию. О том, насколько это... Я всегда даю возможность пациенту пожить с этой информацией. Если он все-таки принимает решение обратиться за помощью ко мне, в нашу клинику, ну, тогда милости просим. И все-таки можно взвешивать все за и против, однако я знаю много таких случаев, когда после операции жизнь людей меняется к лучшему и избавляет человека от комплексов. Всегда приятно видеть удовлетворенного пациента, который уходит от себя окрыленный, когда уходят все последствия операции. Люди приходят через год, через два, через пять лет, и ты видишь результаты своей работы, и ты понимаешь, что, да, у человека жизнь стала, по крайней мере, комфортней. Как тут не затронуть тему психологической зависимости, когда человек окрыленно выходит после первой операции, принимает решение сделать вторую, затем отправляется на третью операцию. Сколько много таких случаев? Ну, есть вариант психологической зависимости не только от эстетической хирургии, но и от косметологии. Но это все зависит от врача, насколько он может донести как пользу, так и вред тех или иных вещей. И в моей практике были пациенты, которые выполняли очень много операций. На каком-то этапе ты пытаешься ее остановить, сказать, что это не надо, но она тебя воспринимает как хирург, который боится что-то делать. Ну, в результате она уходит другим хирургам. И по истечении времени возвращались с просьбами исправить уже причиненные какие-то дефекты, результаты. Хотя разговор о том, что такие последствия могут быть. Ну, с такими людьми их надо уметь. Ну, их сложно, конечно, спрогнозировать, но люди, которые приходят на прием с завышенными требованиями к результатам операции, вот они такие очень специфические. И, наверное, им уже не к пластическому хирургу все же, а к психотерапевту. Ну, знаете, у нас на сегодняшний день психотерапия на состоянии развития. Специалистов много. Как найти? Ну, специалистов, к сожалению, тоже не очень много. Качественные услуги. Подготовленные, да, потому что это развивающееся направление. Это действительно настребование только для эстетической хирургии. Но некоторые обижаются, когда говоришь, что если они приходят с проблемой выполнить операцию, ты в разговоре понимаешь, что проблема не в операции, проблема в каких-то личных взаимоотношениях со своим партнером, на работе, с друзьями, подругами. И пытаться решить эту проблему, прибегая к помощи хирурга, да, Время идет, время развивается, появляются. И врачи, которые готовы оказать услуги на дому, вот про это мы еще не рассказали, а ведь это тоже влечет в большую опасность. Случаи в нашем регионе, в Беларуси, встречались вам, когда приходилось иногда... Я думаю, что это вопрос уместно задать не мне, а органам, которые занимаются незаконной предпринимательской деятельностью. Ну, я думаю, что, наверное, такие случаи есть и в нашем регионе, потому что и были в интернете, и в СМИ статьи о использовании определенных препаратов на дому в Гродненской области. Ну, я думаю, что и у нас, наверное, врачи это или не врачи, я не могу. Ну, это на самом деле страшно попасть к такому специалисту. Наверное, эта проблема существует, потому что эта сфера медицинской деятельности, она достаточно коммерциализирована, и здесь видят достаточно легкую возможность зарабатывания денег. Здесь зависит от человека, если он благоразумно никогда не пойдет к тому специалисту, который принимает на дому. Это зависит и от пациента, насколько он готов отдать свое здоровье. Ну, если, во-вторых, мы не комментируем уже задачи тех бизнесменов, которые стараются построить успешный бизнес в этой сфере. Я считаю, что, будь то государственная или частная структура, это все равно медицинское учреждение, в котором работают профессионалы, которые несут ответственность за здоровье пациента, обратившихся к ним. А то, что касается надомных каких-то мероприятий, манипуляций, ну, я думаю, это на совести тех людей, которые этим занимаются, и в сфере деятельности определенных структур силовых. Итак, время подводить итоги. Леонид Николаевич, спасибо за эту интересную и полезную информацию. И все же мы вместе со зрителями «Беларусь-4» ждем от вас советов, как сделать шаг в нужном направлении, как не сделать лишних шагов, как избежать ненужных операций. И как поступить тем, кому не нравится категорически свое отражение в зеркале, но он все еще не решается прибегнуть к услугам пластического хирурга. Жизнь прекрасна, и надо улыбаться. Чашка крепкого кофе с утра, приятное общение с близкими, с коллегами по работе, позитивный настрой на работу, на жизнь. Это всегда лучше, чем грустить. А те позитивные эмоции, которые будут отражаться на ваших лицах, и они вас будут напрягать, мы, конечно, сможем подкорректировать. И касательно тех вещей, где остановиться, где не остановиться, ну, наверное, правильнее всего это приехать на прием к специалисту, получить полноценную информацию, все взвесить. И сделать правильный вывод. Спасибо большое за такие, опять же, философские советы и за интересный разговор. Доброго вечера. Доброго вечера вам и вашим близким. Шелкум домой, летит свет в окне, Кума зовет, зайди ко мне. Говорит, зайди, я не кусаюсь. Чайку попьем и улыбается. Ой, Кума, Кума, ты Кумушка. Да Кума приголубь, Кума голубушка. Да приголубь его, и встретишь с ним рассвет. Будет свое, Кумо, любить он до столет. Да у Кумы красы, глазки карией, Пахутка от бедра и круглоталия. Резные ставинки и светлогорница, И линка и спира, и все как водится. Ой, Кума, Кума, ты Кумушка. Да Кума приголубь, Кума голубушка. Да приголубь его, и встретишь с ним рассвет. Будет свое, Кумо, любить он до столет. Попей чайку, аль, не нравится. Тебе я, Куманек, хочу пожалиться. Ой, одиноко мне, ой, от тоски помру. И тут подумал он, чтоб пропадать добру. Ой, Кума, Кума, ты Кумушка. Да Кума приголубь, Кума голубушка. Да приголубь его, и встретишь с ним рассвет. Будет свое, Кумо, любить он до столет. Хорош, хорош, хорош чайок. Понял он, Кума, да твой намек. Всю-то ноченьку пел, чайный спал. От одиночества Куму спасал. Ой, Кума, Кума, ты Кумушка. Да Кума приголубь, Кума голубушка. Да приголубь его, и встретишь с ним рассвет. Будет свое, Кумо, любить он до столет. Кумалет. Это программа «Добрый вечер, Гомеле», и мы продолжаем. А мне не терпится представить наших следующих гостей. Люди, которые молоды и душой, и телом, и уже давно забыли о таком слове, как возраст. Они более чем уверены, на пенсии жизнь только начинается. Итак, в нашей студии руководитель народного ансамбля славянской и казачьей песни «Ритмы сердца» Лидия Еловая. И участники нового театра «Шуточные песни жертвовница» Ирина Богомас, Светлана Ившина и Николай Назарчук. Добрый вечер, рады вас видеть. Добрый вечер. Уважаемые гости, как считаете, что больше продлевает жизнь? Движение, смех или музыка? Я думаю, все вместе. Все три составляющие, они обязательно входят в понятие, что продлевает нашу жизнь. И стареть на пенсии ни в коем случае не нужно. И нужно заниматься тем любимым делом, которое, может быть, работая, мы не всегда могли уделить столько внимания и своим желаниям, и своим возможностям, и каким-то нереализованным своим задачам. Думаю, что сейчас самое время заняться любимым делом. Я очень люблю смеяться, люблю смех, шутки, юмор. Люблю песни. Песни заложены во мне с детства. Поэтому начало и конец песни, я думаю, моя жизнь закончится все с песней. Николай Арсеньевич, судя по вашей прекрасной физической форме, можно сказать, что секрет вашего успеха в движении? В движении тоже, конечно. Но когда приходишь на репетиции, сразу уходят все придуманные, не придумывая болезни, которые... И становится радостнее и веселее. Лидия Степановна, и все-таки в самом начале будет правильно рассказать, с чего начиналась история известного в Гомеле и Гомельской области клуба Прометей. Уже большое количество коллективов в этом объединении. Кто стоял у истоков? С чего все начиналось? Как это давно было уже? Это было 20 лет назад. Давайте вспоминать. Ну, начиналось действительно с клуба Прометей, с небольшого коллектива, который был из 12 человек. Потом он разрастался, разрастался, и вот к этому времени за 20 лет очень разросся. Уже 6 коллективов, или 7 у нас, вот 7 новый. Давайте перечислять, какие профили есть? Профили? Танцевальная группа Бабульки. Бабульки очень популярная, туда очень много желающих всегда ходит. Потому что там и лечение от остеохондроза, потому что движение там, это первое условие. Вокальный ансамбль молодец. В общем, там больше мы старались, чтобы нашу белорусскую песню петь, старые песни, чтобы тоже не уходили их восстанавливать. И есть ретро-ансамбль вокальный, в котором поют песни гомельских композиторов, свои собственные романсы. Есть еще театр музыкальных пародий «Антистресс». Конечно же, мы о нем тоже очень много слышали. И рассказывали уже здесь, в студии. Есть ансамбль славянской казачьей песни. Он тоже был, ходил Прометей, но за эти годы он уже заработал себе звание народное и уже идет параллельно, уже как коллектив друг, параллельный коллектив клуба Прометей. Ну и сейчас в коллективе ансамбля «Ритм и сердце» он тоже разросся. Стало 30 человек. Мы уже не хотели бы, чтобы совсем был это хор большой. И там еще вырастает маленький подросток. Это театр шуточной песни «Жертвовницы». О нем мы обязательно будем еще говорить. Как подбираете репертуар для своих выступлений? Ну, репертуар я первое хочу сказать, что мне бы хотелось, репертуар у нас был, тот, который не запет, который не поет. Вот приходишь на общий концерт в городе, и все коллективы повторяют часто, ну почти в каждом коллективе одна и та же песня. Мы стараемся, чтобы эти песни не звучали раньше. Потом они, правда, у нас одалживаются, и они уже начинают звучать. Но первым мы стараемся песни исполнять, которых нет еще. С репертуаром вроде бы все понятно. Как подбираете членов команды? Какие ограничения, рамки? Ну, в этот коллектив мы начали подбирать, чтобы люди имели терпение. Это для того, чтобы песня была, хорошо звучала, хорошо отработана. Надо терпением заниматься по три часа иной раз репетитой, у которого хватает терпения. Ну, и есть, конечно, уже вокальные данные, чтобы люди могли двигаться, что у нас в театре песен и подтанцовка идет, и песни обыгрывания, чтобы имели какая-то склонность, таланты хотя бы небольшие, чтобы их можно развить. А возрастных ограничений нет? Я так понимаю, 60 плюс? Либо 50 плюс. 55 плюс. 55 плюс. Лидия Степановна, как руководитель, строгая? Более строгого руководителя я в своей жизни, поднимаясь по лесенке своей, профессиональной, трудовой, я еще не встречала. Но зато и похвала из уст Лидии Степановны, она звучит как действительно награда, потому что слова «хорошо», «отлично» у нас нет. Ну, у нас говорит Лидия Степановна, ну, ничего себе так. Неплохо. Или еще доработать. И вы понимаете, что... Значит, мы что-то уже практически выложились. Отлично. Да. Ну, понимая, что это очень добрый, мягкий человек, который все прощает, который все нас понимает, наши трудовые, наши эти, как бы, будни, которые проходят часами, она все это тоже немножко сглаживает, и нам немножко дает послабиночку где-то. Ну, конечно, очень скромная у нее похвала всегда, очень. Но мы знаем, что это довольно мягкий, хороший человек, поэтому принимаем все как есть. И стараемся исправиться, стараемся лучше работать над собой. Мы ее авторитет не пререкаем. То есть, может, и кулаком по столу все-таки, где надо. Правильно? Лидия Степановна скромно сидит в уголке. Я хочу немножко защитить себя. От большой любви все это. Дело в том, что это я делаю только потому, чтобы не заболели звездной болезнью. Это очень заразная болезнь. И даже в таком возрасте, в таком коллективе тоже, в таких коллективах бывает. И очень профилактику хочется проводить, чтобы люди не были больны. Николай Арсеньевич, есть ли у вас звездная болезнь сегодня? Нет, я еще не звезда. Не страдаете? Я еще только полгода в коллективе. А до прихода в коллектив чем занимались? 33 года я гранщиком проработал. Потом два года на стройке, потом много-много. А гранщиком... То есть, творчеством раньше это никак не было связано? Худорность, самодеятельность. На заводе кристалл. Но завод сейчас не работает, поэтому и самодеятельности нет. Сами понимаете. Где сегодня проходят репетиции? И как часто они бывают? Ну, репетиции у нас проходят там, где остальные коллективы. Мы просто сделали график. Одни днем занимаются вот ритмы сердца в помещении, где ритмы сердца репетируют. То есть, это территория городского центра культуры Гомеля? Да, городского центра культуры, которая у нас приютилась. Во вторую смену занимаемся, так как у нас музыкальный аккомпаникатор, музыкальный руководитель. Он приходит вечером. Днем занимается ритм сердца, а вечером – желтовницы. Ну, целый день. По три-четыре часа. Лето, пора, дач и огородов. Не мешают ли эти процессы творчеству? Ну, это ясно, что мешают. Но люди ответственные в коллективе подобрались. Если какой-то концерт или надо вот к чему-то готовиться, то приезжают из дачи. То есть, даже в ущерб урожаю? Да. Ну, ущерб нет, совмещают. Я думаю, что успевают и там, и там. Можно совмещать прополку с репетицией, правда? Конечно. Репетиция проходит. Слова запоминают. Когда пропалывают или клубнику убирают. Так что процесс идет. Ну, родные наверняка с пониманием относятся к вашему увлечению и даже поддерживают, безусловно. Мы поем всегда и везде, и на грядках. И когда спим, и когда сидим, глядя по нашему виду, видно, что мы и там, и там. Успеваете достойно. Успеваем. Шуточная песня. Еще одно направление вашей творческой деятельности. Так родился театр шуточной песни «Жартовница». Не так ли? Да. Ну, я думаю, что участники расскажут подробнее, как родился театр. Идея создания такой вот группы, маленькая театр шуточной песни, она витала, видимо, давно в нашем коллективе. Потому что, ну, люди пришли действительно, ну, какие-то вокальные данные, какие-то данные у людей что-то сыграть, что-то обыграть. И двигаться хотелось, в общем-то, развивались в этом направлении. Толчком вот к тому, чтобы создать такую группу, послужил приезд в Гомель российского ансамбля «Сорока». Это женский ансамбль, вокальный ансамбль женский, за репертуаром которых мы следим. И нам очень нравится многое из их песен. И вот, когда они приезжали на гастроли в Гомель, мы решили с подачей Лидии Степановны, значит, подарить им шуточный музыкальный подарок. Что это был за подарок? Что это был за номер? За основу взяли одну из их песен, написанных участницей этого ансамбля Ириной Колосовой. Она написала песню «Люба». Мы взяли эту песню, ну, Лидия Степановна ее так разложила, скажем, на роли. И мы ее в обработке, Лидии Степановны, сделали ее как шуточную. Концерт проходил в Доме культуры железнодорожников. Вот. И в конце выступления группы «Сорока» вышли мы с музыкальным подарком. Для них это была полная неожиданность. Конечно, было согласовано, что мы для них дарим шуточный такой музыкальный подарок, но они не знали. Это тот случай, когда экспромт заготовлен. Экспромт, да, заготовлен. И, конечно, по реакции зрительского зала, по реакции самих участниц, самих исполнительниц и участниц ансамбля «Сорока», было видно, что, да, номер наш понравился. Вот. Что-то, конечно, проанализировали, что-то отбросили, что-то добавили. Вот. Они нам очень... Кадры в тему разговора, да? Да. Они нам аплодировали, они нас поддержали, сказали, что очень бесподобный подарок был. И вот после концерта, обсудив все за и против, решили, что действительно работать в этом направлении, вот как выше было сказано, что продлевает нашу жизнь. Это песня, это юмор и движение. И вот именно в театре шуточной песни можно все это... Совместить. Совместить. И петь, и двигаться. Да. И где-то мы с иронией, с самоиронией, мы ведь понимаем, что мы не те артисты, которые должны занимать большие площадки, большие сцены, но, тем не менее, есть к чему стремиться. Ну, то удовольствие, которое каждый из вас получает от этого замечательного процесса, наверное, дороже всего. Да, есть к чему стремиться, да. То есть по реакции публики вы поняли, что нужно продолжать. Направление удачное. Да. Просто народ требует... Нужно совершенствоваться, правда? Взяли вот эту песню Люба и сделали для них подарок, как сороки приедут в город Гомель через 50 лет на гастроли. Новый театр еще совсем молодой, ему нет и полугода, однако вам уже есть чем похвастаться, верно? Нам еще рано хвастаться, конечно. Но порадовать людей уже кое-какими песенками мы можем, шуточными. Вот. И стараемся, мы стараемся петь для людей. Стараемся, да, чтобы души людские наполнялись нашей музыкой, чтобы было интересно и весело. И все-таки жанр, шуточная песня, это вроде бы и не пародия, и не частушка. В чем особенность? Эта песня проходит всегда как маленький спектакль. У каждого есть своя роль, и мы стараемся ее не просто пропеть, а прожить, проиграть, чтобы донести до публики, даже той немногочисленной, которая нас иногда смотрит, что мы хотели показать этой песне. Не просто пропели, мы просто ее прожили. Вот мы просто ее проиграли. И, конечно, во главе угла – баян. Степановна предложила нашей группе включиться в эти песни шуточные, петь их именно под баян, именно живым звуком. Потому что именно баян, ну, чаще всего доходит до людей, его гармония, его, как бы, музыка, она проникает в наши сердца. И мне даже другой раз кажется, что моя вообще, моя душа соткана вся из песен именно из-за вот баяна, из-за его гармонии, из-за его созвучности. Без баяна мы никуда. Ну, я хочу еще добавить, что к нам сейчас пришел музыкальный руководитель, тоже работает вместе с нами, Геннадий Иванович Воронин. Он очень талантливый музыкант и очень много подсказывает, и как оживить песню, и как обыграть. Поэтому есть шансы, что репертуар будет интереснее и богаче. И все же, как много выступлений театра за плечами. Расскажите об этом. У нас были поездки в Клинцы, в Злынку. То есть вы начали сразу так серьезно с международных гастролей? Да, это был День единения России и Белоруссии. Мы совместно с фондом Тимофе Ивановича Лушакова, фонд мира, работаем. И очень часто эти праздники, выступления наших коллективов, на этот раз ездили туда же в Тавнице. Это был их дебют. Вот очень хорошо встретили. Зал тепло встретил и очень долго аплодировали. День медицинского работника был. Мы ездили в госпиталь, выступали с концертом. Нашим маленьким таким, нашим коллективом маленьким. Ну и Сильмаш порадовали на 3 июля. В общем-то, народ подходил, было приятно, сказали, что понравились. В этом году вы были приглашены также на фестиваль юмора в Аутюке. Да, это фестиваль юмора, это, в общем-то, наш тропин. Не могли пропустить, правда? Не могли пропустить, просто если бы хотели, никак. Какой номер представляли? У нас тут было два номера. Один номер шел как шуточная песня. Мы выступали с песней «Класс для кумы». Новая песня, такая на белорусском языке, в белорусских костюмах. А второй номер, как нам потеснить кончиту, в 2017 году занят приз на Евровидении. Тоже клевая бабуля называется. Вот такие два номера. Тематика ваших номеров – разные белорусские мотивы, смешные жизненные ситуации. А также знаем, что многие шуточные песни ваши посвящены женским именам. Это так? Это так. Потому что в основном большинство аудитория, которая слушает нас, и вообще как-то, наверное, больше женщин. Очень приятно, когда, объявляя очередную песню, спрашивают, есть ли в зале Люба, есть ли в зале Анна. А если в зале Катя, песня подходящая найдется? Найдется. У нас есть две песни Катерины. Ну тогда песню в студию остается только так сказать. С удовольствием. Красная девка, как малина, парень тоже на подбор. Эх, казачка Катерину, полюбил казак Егор. Эх, казачку Катерину, полюбил казак Егор. Катерина, Катерина, русы косы до колен. Ах ты, ягода, малина, казаку сдалась в плен. Ах ты, ягода, малина, казаку сдалась в плен. Косы не до колен, казаку не сдалась, но героиня этой песни себя почувствовала. Спасибо вам огромное. Я так подумал, что еще один куплет, и Катя бы почувствовала себя на личном бенефисе. Могу предположить, что в планах также подготовить номер и на иностранном языке. У нас есть друзья в Болгарии, мы уже с ними по скайпу связались, они нам прислали слова на болгарском языке, музыка у нас была, мы его готовим. Я думаю, к сентябрю мы его сделаем. О чем эта песня будет? Ну, песня шуточная, как страдания, как и всегда, мужчины. О любви, в общем, песня. О любви, да. О любви все возрасты покорные. Я думаю, слушать будет ее приятно всем. Новый состав театра – это в основном самые юные участники коллектива. В принципе, да, ясельная группа называется. Это от 55 до 65, а дальше чуточку старше, садиковая у нас уже идет. А вообще максимум – это для коллектива сколько? Ну, 80, 85 даже, там 83 есть. Максимум зависит от самочувствия участника. Если у него есть, вот, из-за 80, и силы, и энергии, он чувствует, что он может, и он еще действительно смотрится на сцене, то, пожалуйста, тут ограничений нет. Какой приблизительный возраст девочек театра шуточных пародий? Ну, девочки у нас от 55 до 65, где-то так. Действительно молодые. Вот вы только что подтвердили свои слова. Николай Австентьевич, вам, как понимаю, несказанно повезло быть в таком цветнике. Это, наверное, в том числе тоже является секретом активной жизненной позиции, прекрасного внешнего вида, физической формы. Ну, это, конечно, большая ответственность, когда приходишь, женщин больше, а ты надо стараться не подвести. И внимания уделить всем успеть. И внимания уделить всем. И за внешним видом приходится следить. Приходится следить, конечно. Уже рубашка должна быть отглажена. Да, как минимум. И всегда, всегда четко, что было. Ну, это еще и маленький негатив. Они же еще и воспитывают его. Все одного. Да. Ему трудно. Ну, неприятно, конечно, требовательность руководителя. Приятно ходить на репетиции. Что привело вас в ансамбль? Я участвовал в художественной самодельности, но вообще с детства любил петь. Там сам учился на баяне, кое-чему научился, но без грамоты, конечно, нет. Поэтому хотелось петь. Вот как это было? Ушли на пенсию и решили, так, должен я пойти в клуб Прометей. Да просто благодаря выходу на пенсию, как понимаю, у вас появилась возможность осуществить заветную мечту молодости. Да, она, мечта эта всегда остается со мной, всегда будет. Поэтому я пришел попробовать, меня прослушали, сказали, можно участвовать, приходить на репетиции. Лидия Степановна, возьмете нас с Катей? Возьмем. С ведущими солистами. Спасибо. Ну что ж, не перестаем восхищаться вашим позитивом и вашей жизненной энергией. И знаем, что вы пришли сегодня к нам в студию Доброго вечера с музыкальным подарком. Мы сейчас покажем нашу любимую, она у нас как визитная карточка нашего театра шуточной песни «Душаль моя казачка». Мы ждем с нетерпением. И желаем всем нашим зрителям только доброго вечера. Доброго музыкального вечера. Душаль моя казачка С тобой не пропадешь. Каледуя, где ты злая, ты все равно поешь. Когда в час испытанья уходит друг жена, Казачьим сердце рано, но для меня весна. Душаль моя казачка, с тобой не пропадешь. Каледуя, где ты злая, ты все равно поешь. Бывает в жизни трудно, когда погибель ждешь. Но чей-то голос слышит, ты правильно живешь. Душаль моя казачка, с тобой не пропадешь. Каледуя, где ты злая, ты все равно поешь. Что на роду написано, не гнуться, не стонать. Казакца все в ответе, ему не пасовать. Душаль моя казачка, с тобой не пропадешь. Каледуя, где ты злая, ты все равно поешь. Душаль моя казачка, с тобой не пропадешь. Каледуя, где ты злая, ты все равно поешь. Душаль моя казачка, с тобой не пропадешь. Каледуя, где ты злая, ты все равно поешь. Субтитры создавал DimaTorzok